В эфире Вести Приволжского федерального округа. Сегодня в программе. Надой и качество молока повышают роботы. Первая крупная роботизированная ферма в Нижегородской области. Развитие краеведческого движения молодежи в Ульяновской области завершила работу вторая всероссийская проектно-исследовательская школа Крэйфест. Крепость, ставшая миллионным городом. Самара отметила 436-й день рождения. Об этих и других темах в программе Вести Приволжского федерального округа. Развитие здравоохранения в Мордовии положительно оценил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Саранске он посетил недавно построенный четырехэтажный корпус онкологической больницы, который позволит принимать до 200 пациентов за смену. Почти пять лет около полутора миллиарда вложенных рублей. Новый четырехэтажный корпус онкополиклиники. Это не иначе прорыв в региональном здравоохранении. В эндоскопическом отделении инновационная операционная. Оснащен диагностическим лечебным оборудованием, что позволяет нам проводить как диагностические исследования, так же и лечебные манипуляции, такие как обеспечение центрального венозного доступа, имплантация венозных порт-систем, а в случае развития послеоперационных осложнений, ургентных, жизнеугрожающих осложнений, провести хирургическое вмешательство любого объема непосредственно здесь. Хирургические вмешательства любого объема и сложности теперь подвластны региональным медикам. Появление такого онкоцентра в Мордовии – ценнейшая возможность для пациента не обременять себя поездками в крупные города. Хирургический корпус детской республиканской больницы построили благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Учреждение по праву считается одним из самых современных по Волжье. Поток пациентов в приемном покое разделяется в лучших традициях бережливости. Пять смотровых кабинетов, отделение диагностики. Для поступивших с острой инфекцией отдельные боксы. Тяжелая артиллерия, компьютерный томограф. Выше скорость, а значит и качество обследования. Вся самая лучшая линейка медицинского оборудования, которая присутствует сегодня только в нашей сфере здравоохранения. Оборудование современное, с высокой разрешающей способностью. И, как говорят доктора, работают на нем в одно удовольствие. Оборудованием последнего поколения оснащены и операционные. Их четыре. Здесь, кстати, один из самых надежных и точных наркозных аппаратов. Вентиляция изолирована, чтобы сюда не проник ни один микроб извне. Высокотехнологическую помощь здесь окажут каждому маленькому жителю Мордовии. А если случай сложный или транспортировка невозможна, медики свяжутся с коллегами из района дистанционно. Космические технологии в сельском хозяйстве. Результатами их внедрения уже готова поделиться первая крупная роботизированная ферма в Нижегородской области. Оказалось, что роботы влияют даже на качество молока. Эта роботизированная ферма отличается тем, что коровам здесь комфортнее, чем в обычных доильных залах на привязи. Они испытывают меньше стресса и таким образом повышается качество молока. В коровнике животные едят, спят на амортизированных матах. У них даже есть специальная чесалка. Робот постоянно подвигает им корм, оборудование убирает навоз. Пока корова получает лакомство, робот осуществляет доение. Животные отправляются на доение тогда, когда посчитают нужным. Кстати, занимает процесс в среднем 6 минут. Робот подстраивается под каждую корову, обрабатывает вымя и устраняет бактерии. И что немаловажно, здесь нет холостого доения. На шейнике каждой коровы есть специальный транспондер, который дает всю информацию о животном. Определяется, сколько нужно дать корма, сколько она отдаилась, поедание, активность, ну и, конечно, качество молока. Также вес, температура, жевательный рефлекс – все отображается в отчете о здоровье животного. С программы работают ветеринарные врачи. Если говорить о маститах, то на данных комплексах животные, заболевшие маститом, лечатся на 3-4 дня быстрее, чем на других комплексах. По соотношению жира и белка в молоке зоотехники могут оценить кормление и содержание животных. А по графику поведения активности – период осеменения, причем с точностью до часа. Это первая крупная роботизированная ферма в Нижегородской области. Рассчитана на 825 голов. Здесь 10 роботов. Ферма представляет собой комплекс замкнутого цикла. Есть секции для сухостойных животных, два родильных бокса, отделение для телят до 7 лет. В этом году у нас уже построено 3 новых фермы, 5 реконструировано. В целом инвестиции на это направлено более 210 миллионов рублей. И субсидии к государственной помощи предоставлены в объеме почти 100 миллионов. В планах сейчас уже идет строительство новых 12 ферм, реконструкции 5. За 8 месяцев этого года объем производства молока в Нижегородской области составил 413 тысяч тонн. Это почти на 2,5% больше по сравнению с предыдущим. Оренбургские сельхозпроизводители переходят на российские сорта технологий. Санкции подтолкнули производителей картофеля обратить внимание на сорта российской селекции. И отечественные семена не подвели. Картофель плотной массой закрывает ленту транспортера. Похоже, урожай отменный. Комбайн еще не сделал полного круга, а бункер уже полный. А он, к слову, вмещает 3 тонны. Урожайность, конечно, еще будут подсчитывать. Но опытный фермер Владимир Хамутский сходу определил. Урожайность на этом поле этого сорта картофеля 70-80 тонн с гектара. Картофель удивил. Новый сорт. Боялись, конечно, испытали его в этом году, но он нас удивил. Второй год обычно еще больше дает, но нам этого предостаточно, урожайности. Сорт картофеля фламинго. Он нашей российской селекции. К нему в хозяйстве присматривались, изучали, но начали сажать только в этом году. Помогли, как ни странно, санкции против России. Европейские компании перестали поставлять семена картофеля. Наши аграрии более пристально присмотрелись к российским сортам и поняли свои ничуть не хуже иностранных. Урожай нынешнего года это только подтверждает. Крестьянско-фермерское хозяйство активно сотрудничает с российскими учеными. Потому некоторые сорта – удивительные новинки. Их нам не только показали, но и дали попробовать. На столе и герой дня фламинго. Вот он разваристый. Вместе с картошкой обычный и цветная фиолетовая. Первый сорт называется «Лекарь». Для оренбургцев в самый раз. У нас же дефицит йода. Вот такой картофель поможет этот дефицит преодолеть. Другой сорт еще более удивительный. Называется «Чудесник». Его еще называют «Уральский лимон». Особенно детям, которые цитрусовые нельзя, есть аллергию. Вот этот картофель – это как раз для этих целей. Все эти сорта ближайшего будущего. И что еще примечательно, они российской селекции. В Ульяновской области состоялась вторая всероссийская проектно-исследовательская школа «Крейфест». В регион съехалось около 150 молодых людей из Удмуртии, Амурской, Нижегородской области, Рязани и Петербурга. Межрегиональные краеведческие команды исследовали природные и исторические объекты Ульяновской области. Трек «Загадки каменного моря». Одна из точек «Крейфеста» – Ундровский музей, где школьники и студенты погружаются в мезозойскую эру. Много миллионов лет назад на нашей территории было море. И в этом море плавали различные организмы. Такие морские рептилии, ихтиозавры, плеозавры, аммониты. Над морем, где сейчас стоят многоэтажки ульяновской, летали птерозавры. И это время было буквально сто миллионов лет назад. Море с нашей территории уходит, и от моря остаются только окаменелости. И ребята пытаются их изучить. В каждом треке ребята из разных регионов. Здесь они разбились на три команды. У каждой свое задание. Кто-то разрабатывает познавательную игру. Кто-то снимает мультфильм про древних обитателей наших мест. Другие создают целый документальный фильм о возможном развитии эволюции под названием «Динозавры завтрашнего дня». Мы хотим показать наши фильмы, и что бы было, если бы в наше время жили динозавры. Как они жили бы с нами, и в каком виде они бы предстали перед нами. Еще одна точка Крэйфеста в чердаклах. Трек называется «Гений места». Один из проектов как раз посвящен нашему земляку, миниатюристу ювелирной фирмы Фаберже Василию Зуеву. Другой проект – разрушенному в советские годы храму Пресвятой Богородицы. Чтобы получить разрешение на уничтожение памятника архитектуры, местные власти пошли на хитрость. Они опустили толстые веревки с храма. И сделали фотографии. Якобы храм дал трещину, и было принято решение разрушить храм. На месте храма построили районный дом культуры. Команда Крэйфеста проведет свою исследовательскую работу. Расследование разрушения храма Белокаменного. То есть ребята попробуют сами подняться по пожарной лестнице в современных условиях, спустить веревки, сфотографировать, зачернить фотографии, состарить. Они попробуют снять со всех ракурсов здание РДК и наложить на эту фотографию фото непосредственно храма. Мне очень понравилось участвовать в Крэйфесте. Я узнаю что-то новое. Ребята тоже делимся опытом. В завершении Крэйвического фестиваля ребята защитят свои проекты. А с собой увезут много интересной информации о нашем регионе. В Чебоксарах состоялся международный чемпионат бульдозеристов. Водителям многотонных гусеничных машин нужно было отправиться на тихую охоту за грибами и ягодами. Собрать их при помощи отвалов и рыхлителей, да еще и на скорость. Возможности техники зрители увидели сразу. Многотонные бульдозеры практически вальсировали, открывая финал чемпионата. Чемпионат имеет статус международного. В этом году к клубу спортсменов-бульдозеристов присоединились представители белорусской компании. Соревновались участники на двух моделях легкого и тяжелого классов Т-11 и Т-25. Как оказалось, эти гиганты способны бережно обращаться даже с самыми небольшими по сравнению с их размерами предметами. Все благодаря модернизированному отвалу и управлению джойстиками. Клюковки красные, мячи мухоморы футбольные. Собрать все в лукошко, да еще и финишировать раньше соперников. Конечно, легкость кажущаяся. Все зависит от маневренности бульдозера и мастерства оператора. Здесь нужны предельная концентрация внимания и спокойствия. На это оказались способны не все. До финальных состязаний дошли четыре команды. Конечно, операторы бульдозеров у себя в компаниях имеют дело с большими объемами. Грунта, горных пород, угля. И такая филигранность в будни не требуется. Но соревнования дело другое. Такой филигранности у нас нет, у нас грубо. Только вперед-назад пихаем. Испытать эмоции, драйв, адреналинчику схватить. В финале больше повезло вологодским парням. Результат победителей 7 минут 50 секунд. Ценные подарки увезут с собой все призеры соревнований. А предприятия, которые они представляют, получат еще и сертификаты на установку дополнительного оборудования на бульдозеры. Самара отметила 436-й день рождения. Празднование этого события проходило сразу на нескольких площадках. По традиции открыли череду мероприятий возложением цветов к памятнику основателю волжского города, князю Григорию Засекину. Основатель города смотрит в сторону исторической части. Там в 1586 году им была заложена Самарская крепость. Монумент первому строителю Самары Григорию Засекину возвели на набережной в 2014 году. С того времени жители столицы региона стали больше интересоваться историей своего родного города. Вот эти традиции необходимы для того, чтобы наша молодежь любила свой город, свою родину. Выложить цветы, просто прийти сюда, на набережную. Это очень-очень необходимо и нужно. Торжественную церемонию возложения цветов открыл Самарский муниципальный духовой оркестр. Официальные лица и почетные гости подчеркнули важность мероприятия, ставшего традицией. Каждый из присутствующих, я уверен, что уже сегодня может назвать наш город лучшим местом для жизни. По крайней мере, я для себя так совершенно искренне считаю. Самара – это город Тружини, город-новатор, город-курорт. Спустя 436 лет столица региона из деревянной крепости превратилась в современный мегаполис. Для многих Самара является самым красивым городом на Волге и поистине считается сердцем России. Конечно, Самара уже давно не крепость. Конечно, это красивый, промышленный, современный город, на благо которого мы все с вами трудимся. В финале церемонии все направили свой взор в небо. Над Волгой пролетело три вертолета МИ-2 с флагами России и Самары. Вы смотрели программу «Вести» Приволжского федерального округа. Продолжение следует...